Привет моим девочкам и гостям моего канала. В данный момент я снимаю видео о контактных линзах. Со зрением у меня все хорошо, но мне как девочке вдруг захотелось поменять свой цвет глаз. У меня от природы глаза карри, иногда светлее, иногда темнее, но перекрыть карри глаз очень сложно. И в принципе сегодня я хочу попробовать. Я заказала контактные линзы голубого цвета и зеленого. Голубые это брилет Blue и меня уверили, что перекроют. Не знаю, я ни разу не пробовала одевать контактные линзы и сейчас мы попробуем вместе, как это будет происходить. Я надеюсь, что у меня получится и хочу вам показать, что я заказала, что мне пришло. И вы в комментариях пишите, кто уже бывалый, кто пользуется контактными линзами, потому что для меня это в новинку. И это видео для тех, кто может быть хочет попробовать. И я как первый открыватель для некоторых. Так что поехали. По ссылке к линзам шел чехол в зеркальце, щипчики. Вот что вот это, я не знаю. Я думаю, что мне надо поехать в люкс-оптику. Я уже позвонила, узнала. За 250 гривен вас научат одевать, снимать и полностью все расскажут. Я думаю, от этого стоит. Также 250 гривен стоит примерка линз. И такой чехол для раствора с линзами. Раствор я докупила. 130 миллилитров, 180 гривен. Линзы по 400. Дезинфекция, очищение, промывание, удаление белка и сохранение. Я раскрыла раствор. Выглядит он вот так вот. И здесь дополнительный чехол был в коробке. Так что у меня теперь их два. Я не знаю, насколько удобно. Потому что мне кажется, что было бы удобнее, если подкрывалось и сразу было две контактные линзы. А не по одной раскручивать. Ну, не знаю. Опять же, напишите в комментарии, как удобно. Потому что и здесь так, и здесь так. Может быть, так правильно. И видите, что очень удобно. Можно их носить с собой. Тут есть зеркальце, если вдруг вам надо их снять или наоборот надеть. Только обязательно мойте руки, потому что все-таки это важно. И не забываем о средстве дезинфекции рук. Заказала я через Инстаграм. Если я найду, я просто уже не помню. Это было случайно. Я листала ленту и выскочила реклама про контактные линзы. Я нажала и сразу же позвонила. И как бы узнала. Теперь сложно будет найти, наверное. Ну, вот, кстати, по поводу фирмы. Логически предполагаю, что раствор надо налить вот в этот контейнер и переселить линзы сюда. По качеству линз я, конечно, не знаю, но упаковка мне нравится. То есть все очень хорошо и профессионально запаковано. Щипчики мне сейчас, наверное, все-таки понадобятся для того, чтобы выловить линзу и переселить ее в раствор. Выглядит классно. Она такая прям огромная. О, она здесь и осталась. Почему я переселяю в раствор? Потому что, опять же, здесь написано, что это дезинфекция и очищение промывания и удаление белка. Ну, пока еще они новые, еще белка нету, но из сохранения. То есть, поэтому, можно сказать, я их таким образом просто как бы мою. Я воспользуюсь этим маленьким зеркальцем, которое здесь есть. Надеюсь, у меня получится. Руки я перед этим помыла. Не знаю, правильно или нет, я посадила на кончик пальца, так как мне длинные ногти не совсем удобно, но я все-таки попробую. Нет. Первая попытка неудачная. Убегает от меня контактная линза и предположительно, может быть, я это делаю неправильно. Вот, на кончике. Давайте поверну. Буду делать на камеру. Не хочет. Видимо, неправильно все-таки. О, получилось. Сейчас, слезы пройдут, я вам покажу. Ну, чуть-чуть мне что-то мешает. Они такие большие, крупные. Они накрашены, конечно, под глазами синечки, но видео не бьюйте, видео про цвет глаз. Перекрыли, но не сильно. Голубизна есть, это радует. О, одела. По поводу снятия. Я сейчас еду на мероприятие, и после я вернусь домой и сниму. То есть, видео продолжится. Видно, что глаза светлые. Правда? Как выглядят зеленые, еще не знаю, не пробовала, но результатом довольно. В общем, мне это обошлось где-то в 900 гривен, то есть до 1200 контактных линз. Поэтому могу сказать, что это хорошо, если они действительно на год. Потому что если в растворе срок годности год, сейчас запишу число и буду носить. Напишите мне в комментарии, реально ли это, или все-таки нет таких линз цветных, которые существуют целый год. Напишите перевод, пожалуйста, так как я не знаю английского. Понадеюсь на вас. Но я думаю, это что-то позитивное, связанное с глазками. Ну что, я уже вернулась и была в магазине, где продают линзы. И все узнала. Первое. Когда вы открываете упаковку с линзой, вот эта вот жидкость, она для транспортировки. Соответственно, ее можно использовать и после нее, то есть как бы как открыли, можно надеть сразу линзу в глазик. Но нежелательно, потому что эта жидкость чуть-чуть отличается. Как я уже сказала, она для транспортировки и у некоторых может вызывать жжение. Поэтому лучше всего сразу использовать вот Neoplus у меня, я не знаю какие есть еще, специальная жидкость для линз. Мне жидкость надо каждый раз. Вот в данный момент я в линзах, сейчас я их буду снимать и вам покажу, как я это буду делать. Кстати, первый раз, как я уже говорила. И мне надо будет их положить уже в чистый раствор. Подпишитесь на меня в инстаграм. Сегодня я выложила фотографию и спросила своих подписчиков, что не так. Очень многие догадались, что это линзы. Увидели, молодцы. Потому что было пасмурно и не было видно прям яркости. Потому что сейчас светит свет и в принципе более-менее видно, что глаза светлые, они у меня темные. А некоторые сказали, что это фильтр инстаграмовский. Вот, поэтому даже сказали, что глаза увеличены. То есть, соответственно, опять же фильтром. На самом деле, действительно, линзы как-то так расширили мне мой глаз. Или вот как бы зрачок, да, так вот выглядит, что глаза кажутся больше. Ну вот, я вам в принципе все рассказала. Сейчас я их буду снимать, покажу, как это делаю я. Напишите мне в комментарии, правильно ли я делаю. В магазине мне рассказали, я не пробовала. Я просто послушала лекцию, вот, как это правильно делать. И сейчас попробую повторить. А еще хотела сказать о том, что я сегодня ходила целый день. Утром я начинала записывать видео. Сейчас уже поздний вечер. Я вернулась домой, я была на мероприятиях. Я, кстати, была на маникюре. Потому что до этого я была с красным лаком. Теперь, видите, со светлым. То есть, в течение дня я в них ходила. И я вам могу сказать, что какого-то большого дискомфорта они мне не приносили. Но у меня есть такая легкая, как пелена перед глазами. Не на постоянной основе, но иногда бывает. Конечно, без линз я чувствую себя гораздо лучше. Но ради, иногда, не каждый день. Ради какого-то, может, мероприятия. Или из-за настроения. Вы захотите поменять цвет глаз. То я думаю, что не сильно это отразится на зрении. Опять же, у каждого все индивидуально. Потому что в Инстаграме девочки под моим постом с линзами написали, что у некоторых есть пелена перед глазами и чешутся глазки. У кого-то разные нюансы могут быть. Поэтому в любом случае можете, опять же, в люкс-оптике. Я была только там. Не знаю, где еще можно узнать. За 250 гривен их примерить. И чтобы не покупать, а понимать, например, стоит вообще тратить деньги на линзы или нет. Но мы сейчас говорим о цветных. Я не говорю про зрение. Я говорю о цветных. И еще один маленький нюанс. Может быть, он не сильно как бы важен. Но для меня он был очень таким потрясающим. Такое маленькое потрясение и восхищение. Я приехала домой. Ребенок был в детском саду. То есть он меня не видел. И вот сейчас я приехала, села за стол. Он на меня смотрит и говорит, а почему у тебя голубые глаза? Это просто. Никто не заметил. Все на меня смотрят. Не могут понять, в чем причина. Дочь заметила и сын. Но дочери 15, а сыну 5. То есть, знаете, как детский вот этот вот язычок такой говорит, а почему у тебя голубые глаза? Это потрясающе, правда. Я умылась на всякий случай. Я не знаю, правильно я сделала или нет. Надо умываться после того, как ты снял контактные линзы или до, или не имеет значения. Скажите мне, пожалуйста, если вы знаете, как правильно и важно ли это. Это первое. Второе. Я уже убрала жидкость, которая была до, и сейчас налью новую, чтобы контактные линзы положить. И еще момент, который как бы меня предупредили, как легче снять. Надо пальчик макнуть в эту жидкость. И таким образом линза как бы прилипнет. И вы ее положите в раствор. А знаете, что мне кажется? И мне кажется, что вот эта вот штучка, она как раз для того, чтобы из глаза доставать линзу. Как вы думаете? То, что нигде в видео я не нашла никаких таких приспособлений. Поэтому я даже не предполагаю, для чего они. Опять же, жду ваших комментариев. Надеюсь, вы мне поможете. И это видео я снимаю для таких, как я, свой первый опыт. Потому что я зашла в YouTube и такого видео прям вот сразу не нашла. Нашла много ответов, но в разных видео. То есть в одном видео не было ответа, что с этим делать, как. Потому что для некоторых это все очень понятно. Но когда вы не связаны с линзами, вам не понятно вообще ничего, что за жидкость, что с ней делать, как наливать и тому подобное. Вот, поэтому знающие пишите в комментарии. Не знающие, надеюсь, что я вам помогла. И снимаем линзы. Вы, кстати, напишите мне, я не знаю, просила я вас или нет. Как вам цвет? Я потом еще в Instagram покажу зеленые. Так что я уже говорила, да, подпишитесь. У меня там интересное бывает. Всякое, всякое интересное. Итак, мочу пальчик в жидкости и пытаюсь снять. Ее надо ущипнуть, как мне сказали, намочить. И ущипнуть, как бы, свой глаз. Но. Скажу откровенно. Это не так уж легко. Наверное, я как-то неправильно делаю. Но у меня не выходит. Есть. Опа, есть. Ну вот. Мой реальный цвет глаз и с линзой. Как называются-то люди, у которых разные глаза? Забыла. Знала и забыла. Получилось. Ну, как сказать. Одевать легче, чем снимать. Я думаю, что я делаю что-то неправильно. Но. Это опыт. Надо пробовать. И я думаю, потом получится. Напишите в комментариях все-таки, как правильно снимать. Я сейчас еще посмотрю видео. Такого формата. Но. В принципе, ничего сложного. Я думаю, что. Я потом приловчусь. Все. Можем лицо кремом. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Надеюсь, что оно вам поможет. Я внизу оставляю ссылочку, где я купила линзы и этот раствор. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на канал. У меня много интересных видео. Пока-пока.